Одно из важных органов чувств человека – зрение. С его помощью мы узнаем, познаем и видим яркие краски. Порой восприятие мира искажается. Чтобы узнать, в чем причина, принято обращаться к врачам-офтальмологам. Основной поток пациентов – это пациенты с заболеваниями хрусталика, с катарактой. Также пациенты приходят с глоукомой, с повышенным внутриглазным давлением, которых мы тоже здесь оперируем. Пациенты с различными заболеваниями на переднем отрезке, там оперируем мы на склере, на веках, воспалительные заболевания. Часто приходят пациенты с травмой. В офтальмологическом отделении Перхушковского структурного подразделения Одинцовской областной больницы поток пациентов достаточно высокий. За месяц около ста операций на катаракту. Ежедневно проходит около восьми оперативных вмешательств. Отделение оснащено всем необходимым оборудованием. Также недавно мы получили ОСТ, это оптический керент и томограф. Это оборудование достаточно современное, которое позволяет сделать сканирование глаза и посмотреть полностью сетчатку в разрезе. Благодаря новому современному оборудованию осмотр пациента занимает от 10 до 30 минут. Все зависит от степени заболевания. Галине Васильевне 79 лет. Она тщательно следит за своим здоровьем. Часто посещает врача-офтальмолога и уже сделала у него три операции. Только здоровье, благополучие и терпение, конечно, на нас. Терпение, терпение. И чтобы у них было здоровья на нас, хватило сил, здоровья. Всем нам помочь. Это самое основное. Своевременное обращение к доктору может предотвратить ряд неприятных заболеваний и избежать необратимых осложнений. Многие болезни развиваются бессимптомно и дают о себе знать, когда становится слишком поздно. Даже в свой профессиональный праздник, день офтальмолога, врачи не забывают о пациентах. Это прежде всего день, когда пациенту нужно задуматься о том, что есть у него еще такой орган, как глаз, который очень важен, потому что порядка 90% информации человек получает именно от зрения. Поэтому обязательно нужно в эти дни задуматься об этом и по возможности посетить офтальмолога.